Профессиональный праздник, День гражданской обороны, региональные спасатели рассказали ивановцам о технике, которая стоит у них на вооружении, о методах тушения, возгорания и современных гаджетах, которые помогают бороться с чрезвычайными происшествиями. Перед Центром культуры и отдыха развернулась настоящая контактная экспозиция. Этот стенд, пожалуй, привлекает большее внимание. На нем два беспилотных летательных аппарата. Тот, что побольше, поступил в службу только в этом году. Он развивает скорость до 90 км в час, способен подняться на 2 км в высоту. Коптер поменьше – Фантом. Ему покоряются только 500 метров. Оба выручают тогда, когда необходима воздушная разведка над труднодоступными для колесной техники территориями. Были крупные пожары и снимали, также производили разведку на поиске пострадавших сверху. Гораздо лучше видно, поэтому запускали этот Фантом 3 А2 и с помощью него осуществляли разведку путем кругового движения вокруг территории. Свои самые современные гаджеты презентовала и испытательная пожарная лаборатория. Последнее ноу-хау – 3D-очки и камера. Снимки, сделанные на пожаре, можно рассмотреть максимально детально. Технику активно применяют на практике. Горел час на домовладение, кирпичное строение. Когда приехали эксперты на пожар, то есть совместно с дознавателем был применен данное оборудование, где уже на месте более подробно, более детально с помощью этого оборудования пришли к общему знаменителю, остановили очаг. Откуда именно это? То есть и на примере данных простых, то есть, соответственно, если более сложен пожар, мы также можем их применять. То есть нужны вещи. Работа спасателя не только трудная, но и опасная. Поэтому техника и экипировка служат целем защиты. Такие костюмы неудобные, двигаться и ориентироваться в пространстве в них сложно, зато безопасно. Данный костюм называется ТОК, теплоотражающий костюм. Бывает 200, бывает ТОК 800. Соответственно, выдерживает температуру до 200 и до 800 градусов. До 800 градусов в течение 15 секунд он должен этот костюм выдержать. То есть это предназначено для того, чтобы пожарный подошел на близкое расстояние к огню, соответственно, и мог подать пену в непосредственно очаг пожара. 2017-й сотрудники МЧС назвали годом гражданской обороны, 85-ю годовщину образования которой широко отмечают по всей стране. Цель подобных акций и праздников – рассказать жителям, что пока работает Министерство чрезвычайных ситуаций, можно чувствовать себя в безопасности. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.